всем привет с вами дмитрий урсул это новый выпуск quick news на котором мы поговорим о новостях прошедшей неделе в мире оборудования и в мире плагинов давайте начнем с новостей от компании apple первое это на этой неделе были анонсированы новые большие наушники от apple которые называются airpods max и в принципе слухи о их выходе уже ходили довольно давно были даже утечки маленьких логотипов с этими наушниками из а с из кода а с и вот наконец-то наушники вышли так абсолютно без какой-либо презентации то есть просто появились на сайте и были анонсированы то есть был выпущен рекламный ролик от apple и наушники в принципе довольно предсказуемые закрытого типа со всеми навороченными функциями от apple такими как подстройка под окружение шумоподавление прозрачность естественно там что также заявлен адаптивный режим в плане эквалайзера я правда не совсем понимаю как это работает в плане удобства использования то есть насколько это будет приятно я так понимаю что есть там шумное окружение она начинает усиливать басы или если вы в тишине он начинает там как-то более мягким звук делать но так или иначе это алгоритмы поэтому я сам естественно еще не тестил и они пока только доступны по предзаказу вот я как-нибудь при случае послушаю и где-нибудь напишу свое мнение или расскажу свое мнение но самое что конечно многих шокировало особенно здесь на нашем на нашей территории не в америке это цена тоже цена действительно довольно большая на принципе для америки не такая уж дешевая порядка 500 долларов с чем-то и как я уже рассказывал одном из прошлых выпусков про новые наушники от слайд диджитал они стоят дешевле хотя там еще идет программное обеспечение профессиональные в принципе профессиональные наушники здесь же это скорее наушники для аудиофилов и просто для обычных юзеров они естественно работают по bluetooth и то есть я не знаю насколько их можно использовать в профессиональной работе думаю скорее все нельзя это все-таки больше аудиофильская наверное устройство ну скорее меломанской даже но так или иначе цена конечно довольно высокая есть разные представители другой ли не других линеек пользовательских наушников которые в такой же цене и они уже давно давно себя зарекомендовали я не знаю как apple будет заходить на этот рынок но apple конечно есть большое прикрытие в виде своей мощи свои силы своих бюджетов поэтому посмотрим однозначно покупателей фанаты собственно apple конечно же купят эти наушники но не думаю что это прям массовый сегмент и они будут у каждого но будем следить за новостями еще одна небольшая новость это то что logic 10.6 обновился небольшое минорное обновление 10.6.1 рассказывать не о чем показывать нечего потому что просто по заявлениям разработчиков по они поправляют ошибки как вы помните с версии 10.6 logic перешел в состояние заточенная под новые операционные системы и новые процессоры m1 от apple и я уверен что за уже прошедшее время с выхода обновления 10.6 накопилось какое-то количество косяков глюков проблем возможно как раз таки на платформах с процессором m1 у меня такой к сожалению пока что нет я протестировать еще не мог но все тесты которые смотрел во многом хвалили то как работает logic на с процессорами m1 но видимо косяки какие-то все-таки были выявлены и их собственно поправили в версии 10.6.1 но как я уже сказал для нас для музыкантов никаких новостей особо в плане творческих возможностей не привезли еще одна новость из мира софта у моей любимой артурии вышло новое обновление v collection номер восемь для тех кто не знает это набор синтезаторов и клавишных инструментов которые артурия воссоздали практически один в один по характеру звучания я некоторые даже сам сравнивал с реальными физическими моделями и в миксе и вообще в работе это максимально приближенный вариант вот таких культовых синтезаторов которые сейчас в железном виде практически нереально найти в отличном состоянии они стоят просто как самолет и ну для всех нас для продюсеров конечно это большое решение от артурии что вот эти все синтезаторы нам теперь доступны и в новой коллекции конечно же добавили несколько новых инструментов и обновили несколько старых и например из таких самых главных чего я давно очень ждал это джуна 6 это классический рондов рондовский синтезатор из восьмидесятых и несмотря на то что у них уже был юпитер 8 который тоже не менее легендарный даже более навороченный дорогой синтезатор джуна он был довольно классическим много где использовался в new wave музыки в синт вайф музыки и его наконец-то добавили в эту коллекцию также обновили тот самый юпитер восьмой теперь у нее версия 4 до этого была третья версия добавили эмулятор 2 ви это такой текстурно сэмплинговый первый такой вот сэмплер аналоговые тоже из восьмидесятых вакодер добавили мне очень интересно его попробовать вакодер в тоже основанный на старых вакодерах первых начала восьмидесятых и ну действительно мне интересно попробовать там заявляют разработчики очень много полезных функций не только собственно функция вакодера еще там есть встроенные вокальные сэмплы которые можно тоже пропускать через движок синтезаторы и выдавать какие-то интересные синтовые звуки то есть несмотря на то что артурия в первую очередь конечно метит на поклонников аналогов синтезаторов таких как я и собственно того звучания они пытаются все свои инструменты адаптировать под современный мир и очень много электронных продюсеров в современных электронных жанрах которые используют эти синтезаторы для максимально современных насыщенных звуков то есть не только можно использовать современные месси вы серумы и прочие с ними но можно использовать и вот такие вот реинкарнации старых винтажных синтезаторов чтобы делать современную музыку конечно же добавили обер хейм x и этот синтезатор уже был доступен по моему болью больше полугода как отдельный продукт его включили в новую коллекцию классный синтезатор я его уже успел заценить мне очень понравился и обновили конечно же стейдж 73 это классический родос пиано сделали собственно вторую версию там видим что-то подправили по движку по алгоритмам и она должна теперь звучать живее так что новая коллекция в коллекшн очень рекомендую классные вообще звуки все синтезаторы очень крутые если вы их освоите и потом вдруг встретитесь реальным воплощением железными скажем так основами этих синтезаторов воплощениями вы уже сможете быстро крутить потому что это как такой некий тренажер виртуальный тренажер синтеза и очень классные плагины ну и по традиции подборка бесплатных плагинов от различных производителей продолжаются праздничные недели предновогодние предрождественские и разумеется многие разработчики выкладывают всякие интересные плагины для широкого доступа давайте начнем с синтезатора правда должен сразу оговориться к сожалению для нас для пользователей logic он не подойдет потому что он пока есть версии только вести но если вдруг вы пользуетесь еще например и болтон или еще какой-то другой программой вы можете обратить внимание то что мне действительно понравилось как она звучит это бесплатный синтезатор основанный тоже на винтажных синтезаторах начало 70-х середины 70-х его можно использовать в любой музыки электронный с каким-то ретро вайбом современным вайбом из него можно и кислотные лиды доставать и басы мощные очень классный звук фильтра мне очень понравился то есть классный звук отдается бесплатно компании blam soft называется викинг викинг синтезатор вики один вы можете пройти по ссылке который будет в описании и скачать его попробовать послушать и напоминаю он абсолютно бесплатный звучит просто волшебно дальше нас порадовали еще одной педалью overdrive для гитары то есть для тех кто записывает гитару в линию в звуковую карту это очень классный плагин который помогает очень приятным тембром насыть таким овер драйвом ваша гитару вы можете оставить перед amp симулятором который вы используете ну любой плагин для эмуляции кабинета усилителя и он действительно окрашивает очень приятный гитарный звук абсолютно тоже бесплатные переходите по ссылке классная педалька для гитары то что нужно wave arts выпустил бесплатный ревербератор который называется канва лоджи и он доступен для скачивания прямо сейчас можете переходить по ссылке но конечно же к нему также прилагаются и сторонние библиотеки с этими самыми импульсами различных девайсов они конечно же продаются за дополнительные деньги вы можете также на сайте найти вроде они даже обещают предпраздничные скидки так что если вам что-то понравится по звучанию можно там же послушать примеры довольно классный ревербератор то есть в нем там вот если даже посмотреть все эти библиотеки там очень много возможностей там воссозданы импульсы старых пружинных ревербераторов также все девайсы первые цифровые из восьмидесятых были воссозданы и таких лексикон и винта и то есть очень много классических девайсов которые они сделали собственно импульсы я наверное сам использовать вот эти сторонние импульсы наверное не буду потому что у меня доволен теми ревербераторами которые у меня уже в коллекции есть они звучат превосходный там также используются импульсы я не думаю что как говорится добра добра не ищет но в любом случае если вы подыскиваете себе новый импульсный ревербератора это довольно интересный во всяк случае не заявлено довольно много классных импульсов что-то типа altiverbo классическую который стоит космических денег кто в теме вот там тоже классные импульсы ну вот хорошая есть альтернатива для фанатов метринга и визуального восприятия сигнала и звука lvc аудио выложили новый плагин новый измеритель который показывает громкость частоты все что мы любим абсолютно бесплатный плагин и мне понравился довольно приятный интерфейс хорошая отзывчивость по частотам то есть если вам нужен был бесплатный измеритель довольно профессиональные со всеми современными стандартами по измерению громкости частот вы можете также пройти по ссылке и скачать уверен вам тоже понравится и пригодится вашей практике ну и напоследок сегодняшней нашей коллекции довольно интересный экспериментальный плагин от независимых разработчиков этот плагин с открытым кодом то есть он будет постоянно дописываться переписываться также бесплатный у нее даже нету своего сайта есть такой сайт если вы не знаете github на котором разные программисты выкладывают свои всякие наработки приложения программки с открытым кодом то есть они берут что-то дописывают обратно выкладывают то есть такой очень интересный портал и вот там появились и программисты которые пишут что-то для музыкантов в виде плагинов и вот меня обратил на себя внимание вот этот плагин который называется чоу метрикс его особенность в том что это дело и плагин в котором есть несколько этапов задержки и вы можете с помощью специальной матрицы эти задержки друг с другом подключать соединять и у вас как бы так один delay начинает обрабатывать другой другой третий и пятый они все с разными настройками у каждого есть фильтр у каждого есть фидбэк собственно привязка к темпу то есть вы представляете какие комплексные можно повторы там создать то есть там очень много каналов очень много вариантов по моему до 16 узлов или может даже больше честно говоря не помню и вы эти все узлы это как отдельные дела и плагины вы каждый настраиваете и друг другом линкуете то сигнал проходит через всю вашу вот эту сложную матрицу и я уверен что нажав просто одну ноту вы можете создать комплексный просто звук такой педовые с отражениями то есть опять же для m band звучание и для каких-то спецэффектов такие плагины они все очень хорошо работают а учитывая что он бесплатный то почему бы его не заиметь себе в коллекцию так что переходите по ссылке в описании там все будет ну что ж на сегодня это все увидимся с вами ровно через неделю подписывайтесь на наш канал и нажмите колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новых видео помимо моих новостей здесь также выходит разные обучающие видео по лоджику так что оставайтесь на связи обучайтесь следите за тем что у нас происходит но ровно через неделю мы поговорим о том что произойдет на следующей неделе в мире плагинов и в мире музыкального оборудования и подведем итоги всем успехов в творчестве все ссылки о том о чем я рассказывал в описании так что не забудьте пройти и посмотреть с вами был дмитрий урсул увидимся через неделю всем пока